Рыбакит папа рисует Рыбакит, сегодня мы будем рисовать попкорн! Да, попкорн, наш любимый, ням-ням-ням. Ты любишь попкорн? Да. Двигайся поближе и рисуем попкорн. Саней, меня зовут Ваня, и мы рисуем попкорн. Ну как-то получится, наверное, так только ставь место для попкорна. Получится, наверное, что-то вкусное. Рисуйте с нами попкорн, и это просто. И аппетитно. Хотя попкорн аппетитный вообще. Да. Но вот когда я вижу попкорн, мне, может, и хочется его кушать. Но я знаю, что особенно когда начнешь есть попкорн, ты как бы уже остановиться не можешь. Ты должен есть, 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 знаешь? Да, пока он не заканчивается в этой... В твоей мисочке вот в этой. Как раз то, что мы рисуем, стаканчик попкорна, да? А потом он заканчивается, и такой думаешь так. Надо еще, так, надо еще, так, надо еще. Где же взять, где же взять еще попкорн? Попкорн не заканчивается. Попкорн не закончился. Попкорн не закончился? Он в тебе. А. Потом он в другом месте. Ну, знаешь, как-то мне хочется, чтобы он был во мне, и как бы постоянно поступал новый. Я становлюсь как будто я зомби попкорн. Для попкорна я зомби, я должен их есть попкорн, понимаешь? Постоянно я такой зомби попкорн. А вот я попкорн. Каждый попкорн я рисую прям четко. Попкорн, кстати, очень похоже. Да, да, да. Я лично очень люблю попкорн. В смысле. И наверняка становлюсь умнее. Раньше еще думали, что если ты, например, что-то такое, например, кушаешь похожее на то-то, становится тебе то-то, то-то лучше. Знаешь, как-то. Ну, к примеру, такая фишка была, например, если ты хочешь, чтобы нога у твоей коровы выздоровела, да, можешь перебинтовать ножку стула. И она якобы поправится, корова. И если ты хочешь, чтобы твой палец, который ты порезал ножом случайно, зажил скорее, ты должен этот нож смазать маслом. А вот это просто. Это логика, это раньше такая была. Еще в 19 веке это делали. Да даже сейчас кое-где так делают. Бабушки. И мужики делали, не только бабушки. Дедушки. И дедушки делали. И это реально так работало. Так что попкорн похож на мозги, а мы похожи на зобби, которые едят. А у меня тоже мозг один. И становимся умнее. Хороший мозг, Аня. Ну, вот такой у меня попкорн получился. Я его раскрашу в классических цветах. Потому что сегодня как-то мы перегнули палку зомби апокалипсисом. Вроде бы хотели отметить день фастфуда, а оказалось, что мы день зомби отметились. Да есть какой-то, но я его не видел. А я так посмотрю, там нравится. А вам какой больше нравится попкорн? Сладкий или соленый? Соленый. Шоколадный? И шоколадный. А мне нравится соленый. Мне нравятся все сладкие попкорны. А от сладкого не хочется пить? Его поешь, так вообще потом не остановишься никогда в жизни. А он вообще не хочется им есть? Есть не хочется, но пить после него хочется ой-ой-ой. Так что я, например, соленый люблю, потому что его как бы много не съешь вроде как. Ну или как? Но пить сегон захочется. Ну пить захочется, да. Ну ничего, попьешь чуть-чуть. Чуть-чуть? Чуть-чуть. Ты раскрашиваешь, Аня, или там еще рисуешь? Вот. Я почти что раскрашиваю. Так вот. Давай, раскрашивай. Такой у меня попкорн получался. Мне соленый. Добрый робот Плей говорит, что ему нравится соленый. Может быть, роботам тоже нравится попкорн соленый? Смотри, вот красный. Да, расскажи. Ты красный попкорн рисуешь? Нет, это может быть. Опять, слушайте. Она никогда сегодня не остановится. Она будет постоянно рисовать зомби. Надо было зомби-тематику вспоминать. Ну это, наверное, ты виноват, Вань. Заразил... Ну, в принципе, как обычно. Я всегда виноват. Да, сестру заразил зомби-тематикой. А если к тебе зомби придет, Аня, ты испугаешься? Так он не придет никогда. Почему не придет? Не придет. Почему? Ну, представляешь, ты постоянно рисуешь зомби. Они такие говорят, наверное, ты нас любишь. И зомби такие к тебе пришли и говорят, о, привет, Аня. Хотя зомби не умеют разговаривать. Они только мучат и говорят, привет, Аня, зубы. Зубы. Вот у них зубы, как у вампиров. Там пишут, нарисуйте, пожалуйста, зуб, хватит страшилки рисовать. Родители не знают, что сделают. Да, ну действительно, давайте что-нибудь доброе нарисуем. Ну ладно, замок нарисуй добрый. Доброго зомби. Такой в сердечках весь зомби добрый. Это просто ужас какой-то. У Ани вулкан. У тебя похоже на вулкан. Где? Ну, не знаю. Что это? Хватит рисовать страшилки. Нарисуйте зуб, нарисуйте. Почему зуб? Какой зуб? Зомби зуб. Мы уже зуб рисовали не раз. Ты можешь налить водички себе, если хочешь. Там есть какие-то чистые стаканы и какие-то подушечки у меня есть. О, вон они. А, ты, я смотрю, видела, да? У нас немножко фастфуда, у нас снейки. Ну ты раскрашивай, не тормози. Мы немножко Ване дадим, а потом Аня, когда будет перерыв, Ваня. Только ты все не съедай. На, держи, садись на стул. На диван садись, там сиди. Не сильно жуй громко. Мы пока рисовали, проголодались уже, ребята. Я взял им подушечки какие-то сладенькие. Так Ваня уже их мне приносил. Приносил. Ну, мы утром творог ели. А я не знаю, чем обедал. Я творогом. А, ну да, точно так. Ну, хорошо, что вы полезно питаетесь. У тебя завтрак обед. Да, завтрак. Потому что она в 10 проснулась. Ничего себе в 10. Я в 6 проснулась. Не, в полшестого проснулась. Так, ребят, у нас получился классный попкорн. Прямо мне захотелось сразу же сходить в кино. Как только я рисую попкорн или что-то говорю по попкорну, мне сразу хочется в кино идти. Да, я что-то помекающее. Например, Кока-Кола. Я не знаю, я тоже у меня попкорн. Ну да, конечно, Кока-Кола, попкорн, кино. Так что, может, сегодня пойду в кино. У меня все наоборот. У меня чипсы, квас, это кино. Чипсы классные. Не, не квас. Ну, получился классный. Давай тогда сейчас последнего нарисуем с Ваней и с Аней еще нарисуем последнего. Давай с... А как? А, вот еще вот этого. Ну, давай его нарисуем, а этого в следующий раз нарисуем. Ага, давай. Давай. Так, ставим паузу небольшую. Ань, Вань, будешь рисовать? А там пончик остался? Ну, есть пончик. Или художник.